Ремонт дорог, благоустройство дворов и контроль за качеством уборки. Что сделано в Красноперекопском и Фрунзенском районах Ярославля? Какие изменения произошли в уходящем году и какие задачи предстоит решить в году грядущем? Подводим итоги 23-го в программе на повестке дня. Вас приветствует Екатерина Сысоева. Вместе со мной в студии Андрей Удальцов, глава администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля. Андрей Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, каждый год большое внимание уделяется ремонту дорог. И в 23-м в порядок приводили одну из самых крупных и загруженных магистралей вашего района. Это проспект Фрунзе. Что было сделано? Проспект Фрунзе капитально ремонтировался к тысячелетию города Ярославля. Это уже почти 13 лет. За это время на проспекте Фрунзе появились ямы, появилась колейность. Естественно, проспект Фрунзе требовал ремонта. И вот в этом году у нас завершился первый этап ремонта проспекта Фрунзе. Это от Московского проспекта до улицы Академика Калмогорова. Это по программе безопасной и качественной дороги. Кроме того, по программе безопасной и качественной дороги по Фрунзенскому районе было отремонтировано еще 7 дорог. Это основные такие дороги, которые, во-первых, это была завершена вторая очередь улицы Пожарского. Также был завершен третий этап тормозного шоссе. Это от улицы Марголина до проспекта Фрунзе. Кроме того, сделали улицу Калинина, сделали улицу Пригородную, сделали улицу Губкина. Мы практически в этом году сделали все дороги речного порта. Кроме того, за счет опережающих темпов развития, за счет средств 24-го года во Фрунзенском и Красноперекопском районе было в этом году отремонтировано 27 объектов. 27 объектов. Это по Красноперекопскому 14 объектов и по Фрунзенскому 13 объектов. Вы, наверное, прекрасно знаете, вот такие улицы, которые у нас требовали ремонта. Это улица Малопролетарская, это улица Большая Федоровская. Вы, наверное, знаете, какие ямы были напротив пенсионного фонда. Сейчас там шикарная магистраль. Было отремонтировано по Перекопу Твороговское кольцо. Это Твороговское кольцо в частном секторе, где у нас ходит общественный транспорт. Была отремонтирована улица Институтская. Правда, только часть улицы Институтской от Московского проспекта до улицы Гагарина. По Фрунзенскому району такие основные улицы, которые были отремонтированы. Это улица Академика Коломогорова, потому что было очень много жалоб на эту улицу. Была отремонтирована улица Слепневого, Лескового. Была отремонтирована улица Спортивная, улица Судостроителей. По Судостроителей там были очень большие жалобы, потому что там не хватало и парковочных мест, невозможно было подъехать к детской поликлинике. Сейчас там прекрасный и подъезд, и прекрасные парковочные места. Также хочу отметить, кроме дорог были сделаны и местные проезды. Местные проезды, которые к социально значимым объектам. Есть ли понимание, какие дороги будут отремонтированы по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в следующем году? В следующем году мы планируем сделать по Красноперекопскому району это 9 объектов, это 9 дорог. Основное, которое я хотел это назвать, это в первую очередь Московский проспект. Посмотрите, Московский проспект уже появляется колейность и появляются ямы. А по Фрунинскому району у нас запланировано 7 дорог отремонтировать. Это такие дороги, которые всем уже, как говорится, навязаны, потому что в плохом состоянии. Это улица Герцена, Ньютона, Технопарковская. Также у нас капитально будет отремонтирована в следующем году такая улица, как улица Звездная. Это единственная дорога, которая осталась на Липовой горе, которую необходимо отремонтировать. Кроме того, также проблемная дорога, которую мы отремонтируем в следующем году, это улица Матросова. Параллельно приезду Матросова у нас сделан проезд Ушакова, естественно. Люди спрашивают, когда у них сделают. Так что в следующем году это все будет сделано. Не остались без внимания и придомовые территории. Сколько объектов было отремонтировано по программе «Наши дворы» в этом году? Как они преобразились? Ну, я хочу сказать, по программе «Наши дворы» естественно, дворы преображаются. Появляются новые пешеходные тротуары, появляются новые проезжие части, новые подъезды к домам, появляются зеленые зоны. Также во дворах мы ставим и детские игровые формы. По 1927 году у нас по Красноперекопскому району было отремонтировано, капитально отремонтировано 4 двора. Да, мы хотели за счет опережающих темпов развития отремонтировать еще 2 двора, но у нас попался нерадивый подрядчик, с которым мы расстроили договорные отношения. И эти дворы опять же ушли в 2024 год. Но все равно, итог, у нас 4 двора по Красноперекопскому району и 8 дворов по Фрунинскому району. Но хочу сказать, что мы темпы не снижаем. На следующий год будет также 8 дворов по Фрунинскому району и 4 двора по Перекопу. В районах регулярно проходят координационные советы, встречи с жителями. С какими вопросами чаще всего приходят присутствующие и какие проблемы удается решить за счет таких встреч? Хочу сказать, что сейчас роль общественного самоуправления с каждым годом у нас становится все больше и больше. Почему? Потому что жители сами уже смотрят, что необходимо сделать, какое благоустройство в районах провести совместно с администрацией, совместно с депутатами. Мы как раз на этих координационных советах принимаем решения, которые потом реализуем на этих координационных советах. Хочу привести пример, как мы реализовали одно из мероприятий. У нас было обращение жителей сделать одну из улиц нефтестроя односторонней. Это улица Зелинская. От Менделеева до Рыкачева. Мы приняли решение на координационном совете узнать общественное мнение. После того, как мы узнали общественное мнение, естественно, мы сейчас будем делать одностороннее движение. В Ярославле стартовали проверки качества уборки дворов, межквартальных проездов. Как администрация осуществляет контроль за работой управляющих компаний? Есть ли нарекания? В ежедневном режиме сотрудники администрации совместно с муниципальным жилищным инспекцией осуществляется мониторинг всех дворовых территорий. Это дворовые территории. Мониторинг – это как уборка прилегающей территории, а также это свесы, это сосульки. Хочется сказать, что администрации в ходе мониторинга выдается управляющим компаниям замечания. Если эти замечания не отрабатываются, эти замечания направляются уже в муниципальную жилищную инспекцию и в государственную жилищную инспекцию для уже штрафа. Но я хочу сказать, что за данный период пока таких у нас обращений в муниципальную и государственную жилищную инспекцию не было, потому что управляющие компании вовремя производили очистку по любым замечаниям. Сейчас в Афрунинском и Красноперекопском районе работают 4 вышки и дополнительно 8 бригад – это альпинистов, которые счищают снег с крыши и которые счищают вот эти сосульки. Какие ключевые задачи предстоит выполнить в следующем году? Я надеюсь, что в следующем году у нас будет введен в эксплуатацию волейбольный центр. Кроме того, в следующем году планируется сдача двух школ – это на Большой Федоровской и на Московском проспекте. И самое главное, в следующем году у нас будет реконструкция парка «Судостроитель». Я приглашаю всех жителей принять участие, потому что также жители активно принимают участие в субботниках, активно принимают участие в контроле за проведением ремонтных работ в парке. Мы всегда это приветствуем. Спасибо. На мои вопросы отвечал Андрей Удальцов, глава администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись также доступна на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Екатерина Сысоева. Экатерина Сысоева. Экатерина Сысоева. Субтитры создавал DimaTorzok